Если в доме висела такая картина, то считалось, что эта картина приносит удачу. У каждого предмета в натюрморте есть свое значение. Книги и канцелярские принадлежности говорят об образованности. Гранаты и другие фрукты и овощи с семенами внутри сулят умножение и процветание рода. В средневековье корейцы среднего класса вешали такие картины в доме. Направление получило название «Чек кори». Для любого образованного корейца, или, скажем, если родители желают, чтобы ребенок, скажем, выучился и стал чиновником, то они приобретали подобные картины и вешали у себя дома. И даже прикоснуться, скажем, к этим предметам уже считалось, что это несет уже какой-то определенный такой заряд энергии. Картины «Чек кори» стали аналогом более дорогих ширм, которые стояли только у императора во дворце. Сегодня нарисовать такой натюрморт пришли студенты и школьники, которые изучают язык и культуру страны утренней свежести. Мне нравится корейская культура и живопись очень привлекает. Особенно жанр санцингхва. Получаются горы, реки. Это пейзажный жанр. А вот жанр чек кори тоже кажется интересным, потому что это как натюрморт. И улица очень красивая. На каждый мастер-класс сюда хожу. Мне очень нравится то, что предлагают очень большой выбор, именно что можно сделать. А иногда вот только одна тематика, как сегодня. То есть сегодня только вот эта картина. Вообще мне нравятся эти мероприятия. Я рисовать очень люблю. Ярмарка корейских мастеров проходит каждый год. В этом году участников меньше из-за пандемии. Ярмарка стала уже традиционной. В этом году мы уже проводим четвертый раз. И мы очень сильно надеемся, что сегодня дети не просто студенты, ученики не просто прикоснутся к нашему искусству, но как-то и приобщаться и увидят самобытную нашу традицию. Ярмарку корейских мастеров проводят благодаря средствам, полученным по губернаторскому гранту. Проект назвали «Поколение связь» и «Нить традиций». В его рамках также проходил мастер-класс по ханжи и фестиваль кимчи.